Привет, это «Просвет». Самые крутые новости и тренды шоу-бизнеса России и Азербайджана за эту неделю смотрим в этом выпуске. Зачем Анна Семенович прилетела в Баку? Жара Фест летит в Дубай на зимние каникулы. И Таркан привез в Азербайджан жену. Кстати, ставь лайк этому видео и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые. Экс-солистка группы «Блестящий» Анна Семенович на минувшей неделе всего на сутки сбежала в Баку. Видео с теплой и гостеприимной столицей страны огней Анна поделилась в соцсетях. Семенович приехала в Азербайджан по работе. Днем во вторник она приняла участие в молодежном форуме в качестве спикера. Вечером Анна прогулялась по городу и рассказала подписчикам в соцсети, что в Баку очень тепло и красиво. Я долетела до Баку. Сегодня интересный молодежный форум, в котором я выступаю. Здесь очень тепло и очень красиво. Ай, какая красота! Кстати, гуляя по городу, Семенович сказала, что идет по улице, на которой жил знаменитый бретон Муслим Магомаев и напела его «Синюю вечность». Короче, мои дорогие, я гуляю по Баку. Здесь так красиво, нереальный город. Здесь тепло, она вот в легком пальтишко. А это улица, где жил Муслим Магомаев. О, море, море! В интервью Москва-Баку Анна поделилась своими эмоциями от короткой, но очень насыщенной поездки. Она рассказала, что вернется в Баку, но с другой миссией. Помимо шоу-бизнеса, Анна занимается разработкой и дизайном нижнего белья для женщин и свою новую коллекцию хочет презентовать в стране огней. Что касается представить коллекцию своего белья, то, может быть, в следующем году я это и сделаю. Нужно будет продумать весь бизнес-план и действительно привезти мое очень красивое женское белье и купальники в Баку. Я думаю, что женщины будут довольны. Фестиваль «Жара» возвращается, но пока в Дубай. Первые два концерта пройдут в самом начале Нового года, 6 и 7 января, в отеле «Джумейра Бич». На одном из красивейших курортов с видом на Персидский залив соберутся звезды и инфлюенсеры со всего мира. Красная ковровая дорожка откроет в концертные дни фестиваля. Хедлайнерами феста станут российские артисты. Эмин, Джонни, Игорь Крит, Ани Лорак, Мот, Дискотека Авария, Клава Кока, Мари Краймбери, Бахти и Туркен. Лариса Гузеева и комик Гарри Харламов породнились. Правда, только на экране. В российских кинотеатрах вышла семейная комедия «Теща» с участием двух актеров. По сюжету фильма персонаж Ларисы Гузеевой, Ольга Николаевна, искренне недолюбливает своего зятя Виктора, которого и сыграл Харламов. И вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо на семейном празднике ситуация выходит из-под контроля. Здоровья тебе, Вадим. С днем рождения. С днем рождения. Нет, я не буду. Болеешь? Так он пьет, как работает. Не умеет. Старпиор уже. Старый мочок. Задувай. Не стой. Чтобы все ваши желания сбывались. К слову, одним из продюсеров комедии выступил генпродюсер телеканала НТВ «Бакинец» Тимур Вайнштейн. В фильме снялись Настасья Сымбурская, Никита Тарасов, Михаил Тарабукин. Кстати, по случаю премьеры, Лариса Гузеева впервые пришла в Камеди Клаб. Конечно же, Гарик Харламов и Павел Воля не смогли не пошутить. Я считаю, что вот сейчас можно заканчивать мне в Камеди, потому что наконец-то пришел тот человек, которого я здесь ждал много-много лет. Твой эндокринолог? Нет, нет, Паша. Это единственный человек, которому я хотел бы за всю историю нашей передачи подарить цветы. Секундочку. Я тут, я подготовился. Дамы и господа, у нас в гостях Лариса Гузеева. Напомним, что Гарик Харламов несколько лет назад в соцсетях подкалывал актрису и использовал нарезки из программы «Давай поженимся». Гузеева никак не реагировала на Харламова. Позже Гузеева рассказала, что даже предпринимала попытки пообщаться с Харламовым и через знакомых просила его телефон, но отмела эту идею, переведя все в шутку. Однако актрису и комика все равно объединила кино. Постер с фотографией представительницы Азербайджана на Евровидении 2021 певицы Эфенди продемонстрировали на башне Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Постер появился в рамках международной промо-компании, приуроченной к выходу нового сингла певицы под названием «Ми Моменту». Вместе с песней Эфенди презентовала и снятый на нее клип. Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка открыла зиму. Точнее, главный каток страны на Красной площади. Первыми на лед вышли фигуристы, которые показали фрагменты нового ледового шоу «Навки. Вечера на хуторе». Спортсменка также вышла на лед поприветствовать гостей катка. После выступления она поделилась, почему именно это произведение она перенесла на лед. В мире фигурного катания на льду еще никто не видел, не перекладывал. Последний фильм был «Вечера на хуторе», по-моему, 1967 года, который экранизация художественного фильма «Все именами любимая». Поэтому мне захотелось именно создать вот это чудо на льду. И мне кажется, что это будет ни на что не похоже, очень современное. Наверное, скажем так, как бы сегодня Коголь написал бы вот именно «Ночь в Рождество» именно вот эту сказку. И мне самой уже не ждется увидеть ее в полном формате, в мегаспорте, полностью в декорациях, в полном объеме. И мне это будет шедевреально. Кстати, в новом шоу «Навки» участвует и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова. Да, я впервые именно выступала на гумкатке. До этого здесь приходила только на съемки, тоже в предновогоднее время. Для меня лично гумкаток – это, наверное, синоним новогоднего настроения. Как только мы приехали на репетицию, прекрасная музыка, украшены все здания, все. Я сразу окунулась в новогоднюю атмосферу. И, наверное, сегодня во время шоу хотелось передать это новогоднее настроение всем зрителям, чтобы после шоу не только мы, фигуристы, ушли с новогодним настроением, но и все зрители, которые сегодня собрались на гумкатке. Также на Красной площади собрались звезды спорта и шоу-бизнеса. Многие из них не уверенно стоят на коньках. Но большинство селебрити отметило, что на катке царит особая атмосфера праздника и волшебства, которая готовит всех к Новому году. Слушай, я на самом деле люблю смотреть, как катаются, но, к сожалению, у меня появился какой-то странный с возрастом страх, что я боюсь, что я упаду, мне случайно отрежут палец другим коньком, поэтому я смотрю, ну, я умею кататься, но я больше на посмотреть, попить глинтвенчик, посмотреть, то есть как бы вот. Ну, во-первых, я участвовала в ледниковом периоде, поэтому уже с ними можно сказать на «ты». А теперь вот она у меня занимается у Плющенко в академии, поэтому живем, просыпаемся на катке. Я сегодня с сыном. Он как на коньках уверенно? Он так же, как и я, плохо, потому что он у меня лыжник, он катается на горных лыжах и очень неплохо преуспел в этом деле, но вот на коньки, по его словам, стал первый раз. Как вообще настроение, атмосфера? Ой, Новый год сразу же, когда гум-каток открывается в Москве, то все, ты понимаешь, что через месяц нас ждет переход в Новый год, и это очень волнительно, очень интригует и, конечно, дарит праздник. Бакинец Анар Халилов впервые вышел на подиум в Москве в рамках международного форума Bricks Plus Fashion Summit. Актер в соцсетях признался, что сильно волновался, но дебют удался. В связи с этим он готов и дальше пробовать себя в качестве модели и поддерживать российских дизайнеров. В мероприятии приняли участие специалисты из стран Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В рамках форума также прошли показы новых коллекций российских и зарубежных дизайнеров. На минувшей неделе звезда турецкого шоу-бизнеса Таркан выступил с сольным шоу в Баку, которое прошло в рамках его концертного тура по столицам стран СНГ. Исполнитель не был в Азербайджане 6 лет и признался со сцены, что очень скучал. Много лет мы не виделись. Вы скучали по мне? И я по вам скучал. Баку занимает особое место в моем сердце. Исколья и вызвали по моему эмоциональному ГИ編. Эк 뜨ги! Как оказалось, в Баку Таркан прилетел не один. На гастролях в столице Азербайджана звезду сопровождала его жена Пинар Дилек. Они поженились в 2016 году, а спустя два года Таркан и Пинар стали родителями девочки, которую назвали Лия. «Елки вернулись». Десятая часть новогодней комедии выйдет в широкий прокат на следующей неделе. В преддверии премьеры звезды собрались в Москве, чтобы презентовать картину. Одну из ролей в «Елках» сыграла телеведущая Регина Тодоренко, которая перевоплощается в маму подростка, который всем помогает. Я играю маму мальчика, собственно, как я и являюсь, мамой двоих прекрасных мальчиков. Но в этом фильме, в этой новелле, я играю маму подростка. Он нетрудный, он очень добрый, он очень хороший. И у него есть идея, он очень хочет помогать людям, он очень хочет спасать людям, он очень верит в чудо. Такой непосредственность, с такой любовью, хочет помочь незнакомому вообще человеку, приводит его домой. Ну, можно сказать, чуть-чуть сумасшедший поступок, но такое правда бывает. Дети, они такие. И вот мне было очень интересно побыть в этой роли мамы взрослого мальчика, подростка. Потому что это по-другому. Я как будто прожила такой микрожизм и поняла, что же меня ждет в нашем будущем. Поэтому, если вдруг Мишанька или Мирошка приведут какого-то незнакомого мужика в дом... Вы будете подготовлены? Я буду подготовлены, все как бы, все нормально. Кстати, в фильме снялся и Филипп Киркоров. Он сыграл самого себя. На премьеру певец пришел вместе с дочкой Аллой Викторией, которой в этот день исполнилось 12 лет. В картине также снялись Галина Польских, Борис Щербаков, Егор Корешков, блогер Амиран Сардаров и другие. На сегодня это все. До встречи. Они поженились в 2016 году, а спустя два года Таркан и Пеналос... Пена... Сложно. Постер с фотографией на память. 9 на 12. Ага. Актер.